МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Работа по призванию. Олег Николаев наградил лучших учителей Республики. Усилить меры безопасности. Какие прогнозы дают специалисты Роспотребнадзора? Тепло в дома. По всей республике начался отопительный сезон. Сегодня день учителя. Праздник тех, кто выбрал своей профессии образование и просвещение. В центре одаренных детей и молодежи Эткер глава Чувашской республики Олег Николаев встретился с учителями-наставниками призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года. Напомним, что победителями стали 16-11-классников. У наставников особая миссия. Их задача дать не просто знания. К обычным школьным они добавляют огромный пласт дополнительных сведений по тому или иному предмету. Сегодня на встрече с главой республики присутствовали 17 учителей. В их числе Валерий Кудряшов, педагог 49-й школы города Чебоксары. У него свой взгляд на профессию. Работа, она, знаете, учительская, очень тяжелая, но очень светлая. Вот, как сегодняшний праздник, День учителя. Если у нас будет, вот, можно сказать, формула родитель, ученик и учитель, то тогда, естественно, будет результат большой. Потому что невозможно только вот или учитель, или родитель, или, тем более, самостоятельно. Это творческая, можно сказать, совместная творческая работа учителя, ученика и, естественно, родителя. Тогда можно добиться успеха. На встрече присутствовала и первая учительница Олега Николаева, Лидия Васильевна Власова. Уже пятый десяток она работает учителем начальных классов. Сейчас трудится в 48-й столичной школе, чей филиал размещается в Чандрово. И по-прежнему предана профессии. Каждый год, когда она выпускает классы, родители стремятся попасть к ней, в ее класс. Она активно участвует во всех школьных мероприятиях. Очень творчески работает, творчески относится к своей профессии, очень любит свою профессию. Я, как директор школы, очень благодарен, что в моей школе работает такой замечательный педагог. И очень горжусь этим. Определиться с выбором профессии ей помог классный руководитель. Вам, говорит, надо идти в педучилище учиться. У вас, говорит, есть данные. Это он, ну, как поговорил с нашими родителями, с отцом-матерью, вот они в Канажское педучилище отправили. Я-то сама, конечно, тогда и не знала. Ну, как? Ну, вот, при помощи вот Анатолия Федоровича, нашего класса руководителя, выучилась, вот, начала работать. Лидии Васильевне повезло. Она всю жизнь посвятила любимой профессии. Того же желает и своим ученикам. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. А накануне в ДК ЧГУ отметили сразу несколько событий. День учителя, дошкольного работника и 80-летие системы профессионально-технического образования. Все эти люди – педагоги. Они трудятся на ниве образования и просвещения. Кто в школе, кто в техникуме, в зале. Ветераны со стажем и новички. И пусть сам процесс обучения находится в постоянном обновлении, никто не отменял главного – любви к своей профессии, к ученикам. Любовь к детям – это самое главное. То есть нужно обязательно любить ребенка. Без любви не получится ничего. В фойе была организована выставка достижений колледжей и техникумов. В экспозиции – промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и педагогика. У нас сейчас уникальные станки в колледже. Лучшие в мире. Учителя, как и ученики, в постоянном поиске. Новые методики преподавания, интерактивность в познании, использование IT-технологий. У современных уроков совсем другой формат. Но, как и прежде, школа – это еще и воспитание молодого поколения. Задача наша с вами не только быть профессионалом в своем теле, не только владеть современными методиками, внедрять их в наши образовательные процессы, но еще и формировать внутренний мир. Педагогам республики вручили государственные награды. Десять учителей награждены знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Еще пятеро стали заслуженными учителями и работниками образования. Гранты главы республики в размере 200 тысяч получили победители конкурса среди школ и детских садов. Последние три года мы активно развиваем направление «Творческая школа», «Танцующая школа», «Поющая школа» и решили на эти деньги открыть в школе музыкальную студию. Приятным подарком для всех стал праздничный концерт. Инесса Потапова, Надежда Яковлева, Игорь Зверев, «Республика». И в продолжение темы. Режим самоизоляции и дистанционная учеба повысили роль учителя и нагрузку на него. 30 учеников в одном классе и в виртуальном пространстве – большая разница. Об интерактивных уроках педагога из Новочебоксарска в нашем материале. Динамично, креативно, познавательно. Рецепт урока, который возбуждает неподдельный интерес к новым знаниям, разработала Татьяна Якунина. Она педагог русского языка и литературы в школе номер 12 города Новочебоксарска. У вас пять пунктов. Вам нужно найти пять пунктов. Один записывает, остальные все помогают, находят нужную информацию. Далее. Четвертая, пятая, шестая группы. Вы находите ответ на вопрос, когда сложные имена существительные пишутся через дефис. Один записывает, остальные все с помощью учебника помогают найти ответ. Четыре пункта вам нужно заполнить. Учитель у доски теперь стоит не так часто. Вместе с ребятами он – соучастник познавательного процесса. Вместе определяют темы, методы, механизмы взаимодействия. Учитель – это не просто человек, который транслирует знания. И школа – это не просто место, где дети получают знания. Школа – это то место, где дети учатся общаться, место, где они учатся чувствовать, любить в том числе. И все это я стараюсь передать своим детям. Ученикам нравится такой формат обучения. Наставник становится не только носителем знаний. Он помогает наладить и отношения в классе. Татьяна Якунина для меня не только замечательный и прекрасный преподаватель, но еще и друг, и вторая мама в одном лице. Она очень обаятельная, добрая и милая. Мы хотим, чтобы она знала, как мы ее любим и уважаем. Татьяна Якунина имеет высшую квалификационную категорию. Руководит городским методом объединения учителей русского языка и литературы. В 2018 году она вошла в пятерку лучших учителей республики, став лауреатом конкурса «Учитель года». Колоссальный опыт, и я, конечно, всем своим коллегам рекомендовала бы участвовать в этом событии. Потому что у нас не так много возможностей выйти за пределы школы, а здесь мы не просто участвуем в конкурсе, мы получаем еще отдачу, мы получаем возможность поделиться опытом. Татьяна Владимировна получила премию президента Российской Федерации. Это результаты всех моих достижений, то есть получается здесь и участие в всевозможных творческих, педагогических конкурсах, да, как учителя. Это результаты моих детей, да, как раз их победы на конференциях, научно-практических олимпиадах, творческих конкурсах. Это то, как я делилась с обществом, с педагогической общественностью своим опытом. Это использование инновационных технологий, интернет-ресурсов. Это, безусловно, качество знаний моих учеников. Все блестящие педагоги схожи в одном – они любят детей. И кроме того, конечно, секрет еще и в том, чтобы всегда быть детьми на одной волне и быть рядышком с ними. Конечно, в идеале наш шаг впереди. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов. Республика. Пока московских школьников переводят на дистанционное обучение, в Чувашии такую меру не рассматривают. Ситуация с коронавирусом в республике стабильная. Однако идут разговоры о продлении осенних каникул детям. Необходимость такой меры проанализирует Роспотребнадзор. 30 заболевших коронавирусом. Самое большое количество выявленных за последнюю неделю в один из дней. В среднем же число подтвержденных случаев заражения COVID-19 колеблется от 24 до 27. Все больше людей проходит тестирование. Коечный фон заполнен менее чем наполовину. Однако добавились осенние простуды. Мы видим, что эпидсезон с наступлением осени – это закономерная реакция, это и климатический фактор. Это и дети пришли, как говорится, и объединились в одни единые коллективы в образовательных учреждениях. Поэтому идет небольшое влечение заболевания УРВИ. Но даже гриппа на сегодняшний день подтвержденного случая в Чувашской республике нет. То есть простудные заболевания УРВИ, они имеют место быть, но к этому готовы. Дистанционного обучения у школьников Чувашии пока не предвидится. Для этого также нет предпосылок. И все же в правительстве рассматривают возможность продления осенних каникул. С нашей стороны сегодня дано поручение Роспотребнадзору, и мы попросили их проанализировать ситуацию увеличения осенних каникул, которые плановые у нас должны начаться с 1 ноября, возможно, на неделю. Это связано не с резким ростом ковида среди детей, и это связано с тем, повторюсь, что осень всегда сложное время и с точки зрения гриппа, УРВИ, и дополнительная неделя дома, не на дистанционном обучении, а с точки зрения безопасности детей, чтобы дома провести этот достаточно сложный эпидемиологический период, совершенно, на наш взгляд, допустимая мера. Специалисты напоминают про маски, дистанцию и чистые руки. Простые меры предосторожности, о которых в последнее время жители Чувашии стали забывать, способны уберечь от заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Ирина Волкова, Юрий Марков, Республика. В Республике планируют создать общественный совет при главе Чувашии. Об этом Олег Николаев сообщил на встрече с членами Народного штаба. В его состав войдут специалисты различных сфер деятельности, представители общественных объединений, органов местного самоуправления. Эти люди активно участвуют в развитии Республики. Обывателям может возникнуть вопрос, а зачем такой общественный совет, когда есть, например, высший экономический совет, который занимается вроде бы аналогичными вещами. Но ведь и вопрос лежит на поверхности. Вернее, ответ, не вопрос, и ответ лежит на поверхности. Очевидно, что высший экономический совет – это совет, который призван все-таки систематизировать наши подходы в работе по развитию экономики. И вырабатывать некие конкретные меры и мероприятия, которые носят в том числе программный характер для того, чтобы достичь конкретных результатов. А задача общественного совета – уже мониторить ход реализации этих мероприятий, ход реализации этих программ. Перед экспертами стоят непростые задачи – контролировать программы и проекты, вмешиваться в сучи необходимости. Очень важно, чтобы найти грань взаимодействия между теми общественными объединениями, которые уже сейчас созданы, теми же общественными советами муниципалитетов, между высшим экономическим советом. Потому что задачи целевые, они у нас одни. Но как они будут реализовываться, то есть какие механизмы и как это все дело объединить во благо и как бы для достижения результата – вот это очень важно. Предполагается, что в него войдут члены народного штаба, представители Общероссийского народного фронта. Эти организации показали свою эффективную работу в отстаивании общественных интересов, в том числе и при разработке комплексного развития региона на ближайшую пятилетку. Институт советников так таковой будет ликвидирован. Наталья Мальчикова, Республика. В многоквартирные дома стало поступать тепло. 29% жилья уже подключено. Сообщили сегодня в Доме правительства. На совещании также прозвучало, что в Чебоксарах и Новочебоксарске полностью отопление заработает в течение нескольких дней. Сделано это в интересах здоровья людей, чтобы они не болели осенью респираторными заболеваниями. Напомним, что в детских садах, школах и больницах Республики тепло есть уже с конца сентября. Однако в некоторых муниципалитетах есть проблемы. Например, в Алатаре. Но эти вопросы будут решены в ближайшее время. Мы фиксируем, что в течение этой недели мы начинаем подачу тепла в жилые дома. И здесь тоже самое, Александр Валерьевич, где какие проблемы будут возникать, оперативно докладывать. В Чебоксарах задержан мужчина, напавший в лифте на несовершеннолетнюю девочку. По версии следствия, днем 2 октября 2020 года злоумышленник зашел в лифт жилого многоквартирного дома вместе с незнакомой ему 9-летней девочкой. Там, пользуясь малолетним возрастом потерпевшей, совершил в отношении нее насильственные действия, после чего скрылся с места происшествия. Благодаря грамотно выстроенной работе следователей и следователей-криминалистов Следственного управления Следственного комитета Почуваши, а также просмотру большого количества видеозаписей из камер наружного видеонаблюдения, магазинов, а также управляющих компаний, распороженных недалеко от места происшествия, личность злоумышленника удалось установить. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 46-летний житель города Чебоксары. В настоящее время он задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи просят всех жителей Чувашии внимательно ознакомиться с фотографией подозреваемого. Возможно, он и раньше совершал противоправные действия в отношении взрослых или детей. Информацию можно сообщить в правоохранительные органы по телефону 02 либо 66-24-88. Уважаемые родители, напомните еще раз своим детям правила безопасного нахождения вне дома. Быть на улице предельно внимательными, обращаться к прохожим за помощью, если вас преследует незнакомый человек, и не входить в дом, подъезд, лифт с чужими людьми. Российскому Союзу женщин 30 лет. Подвижницы общественного движения есть и в Чувашии. По случаю знаменательной даты самым активным участницам вручили награды. Обсудили и ближайшие планы. Объединение энергичных и талантливых женщин с активной гражданской позицией произошло еще во времена Советского Союза. Тогда был создан Комитет советских женщин. Организация занималась в основном международной деятельностью. Ее правоприемником стал Союз женщин России. Он сосредоточил свои силы на развитии разных направлений, сохранении национальных и культурных традиций, образовательные программы, здоровый образ жизни и многие другие. Давно уже стал традиционным республиканский конкурс «Женщины-лидер». Нам нужно не просто объединяться. Женскому движению важен вклад каждой женщины, ночью вашей. Столицы истории показывают, как много в стране и республике держатся на хрупких женских плечах. Нам по силам решать большинство существующих в обществе проблем. Вместе с памятными медалями за вклад в развитие женского движения и заслуги перед общественной организацией и активную работу вручили и символичные подарки. Знаменитые во всем мире Павлова-Посадские платки с уникальным рисунком. В эти дни в республике стартует марафон, посвященный Дню Матери. Его отметят 29 ноября. В плане почти десяток различных событий. Состоятся творческие, спортивные и кулинарные акции. Как будут они проходить, можно будет проследить по специальному хэштегу «Мама в моде России». Союз «Женщин Чувашия» являет марафон мероприятий для того, чтобы спозиционировать, что быть мамой красивой, успешной, состоятельной – это модно. Модно иметь деток, модно иметь большую семью. И нам очень хочется, чтобы в этих мероприятиях, прежде всего, приняли участие вся наша большая республика. Сейчас в составе Союза пять городских и 21 районный совет, объединяющий более 500 женских советов на предприятиях, в учреждениях и по месту жительства. Интерес к этой общественной работе повышается. Женщины растут профессионально, становятся владельцами бизнеса. Но при этом не забывают, что они еще и мамы. Институт семьи укрепляется благодаря именно таким отважным женщинам. Ольга Семенова, Юрий Марков, Республика. Знаменательная дата в истории республики. Языковеды-культурологи отметили 150-летие со дня рождения Николая Ашмарина. Николай Иванович Ашмарин – российский и советский языковед, тюрколог, член-корреспондент Академии наук СССР. Он родился в Ядрине, в обеспеченной семье, что позволило ему получить образование. Еще в молодости Ашмарин увлекся языками. Они стали темой разных научных исследований. Работая в вузах страны, он методично собирал, описывал самые интересные лингвистические находки. Но большую часть времени он уделял родному языку. Ученый разбирал произведения разных жанров чувашской устной словесности, изучал религиозно-обрядовые основы культуры, анализировал особенности чувашских диалектов и говоров. В Ядрине сохранился дом, где жил Николай Ашмарин. Сегодня я хотел бы сказать, что мы должны очень многое делать для поддержки нашей культуры и дальнейшего развития чувашского языка. И я хотел бы также сказать, что мы не просто должны, а обязаны восстановить дом, в котором родился Николай Иванович. И слава богу, сегодня при поддержке профильного министерства главы республики, Николаева Олега Алексеевича, первые шаги уже сделаны. И на 2021 год запланировано проектирование. То есть выделены будут деньги. Мировую известность ему принес труд словарь чувашского языка, состоящий из 17 томов. Эта фундаментальная работа не утратила своей актуальности и в наши дни. Специалисты по-прежнему обращаются к истокам, чтобы понять, в каком направлении должен развиваться язык. Его сохранение – приоритетная задача. Ульяна Питакова, Татьяна Раевская, Георгий Кривошейн, Республика. Лучший водитель России 2020. Чтобы иметь такое престижное звание, надо пройти региональный этап. Он состоялся в Чувашии на днях. Опытные автомобилисты и дерзкие новички показали свое мастерство в скоростном маневрировании, выполнении упражнений на плавность вождения. Поворот ключа зажигания, включение первой передачи и педаль газа. Полоса препятствий кажется участникам самым сложным испытанием в жизни. Змейка, горка, разворот в один прием, параллельная парковка и даже трюк со стаканом до краев, наполненным водой. Выполнить все это без помарок непросто. Конкурс в Республике проводится уже в третий раз. По сути, это конкурс профессионального мастерства. Сперва они проходят теоретическую часть. То есть это сдают правила дорожного движения, знания по безопасности пассажирских перевозок, оказание первой медицинской помощи. Потом у них уже идет второй этап – это практика. Здесь они сдают водительское мастерство. Большинство участников – мужчины. Однако слабый пол тоже готов бороться за победу. Анна Ластухина уже не первый год за рулем. Постоянное общение с пассажирами закаляет характер. Мы таксисты, мы должны быть одновременно и психологи. И для того, чтобы этих трудностей не возникало, то есть все люди разные. Естественно, мы на все трудные моменты должны спокойно реагировать и как-то словами разруливать ситуацию. Всероссийский этап конкурса состоится в Сочи на гоночной трассе «Формула-1». Прошлогодний победитель регионального и призер всероссийского этапов Артур Михайлов в этом году тоже решил поучаствовать и вновь победил. В прошлом году не совсем с легкостью, но были проблемы со саканом на крыше. Вода проливалась со стоп-линией. Тут своеобразный финиш. С параллельной парковкой думал, что не заеду. Ну, все, идеально получается. Уверенно, это главное. Второе место занял Петр Иванов, а третье место заслуженным получила Мария Петрова. Победителям и призерам вручили денежные призы. Артур Михайлов же готовится к Сочи. Пожелаем ему легкой дороги. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Пять медалей завоевали самбисты Чувашии на Кубке России, который завершился в минувшее воскресенье в Кстово. Трехдневные состязания собрали в Нижегородской области более 500 лучших самбистов со всей страны. Спортсмены разыграли комплекты медалей в 22 весовых категориях среди мужчин, женщин и в боевом самбо. По результатам поединков в копилке нашей сборной две золотые, две серебряные и одна бронзовая медали. Наградами высшего достоинства отличились Вера Латкова и Максим Иванов, выступившие в весовых категориях 54 и 79 килограмм соответственно. Победители соревнований получат право представить нашу страну на Кубке мира, который пройдет в 2021 году в Москве. Это были главные новости понедельника 5 октября. До свидания.